Мои ножки похудели, конечно. 29 лет назад врачи поставили ей диагноз сахарный диабет. Болезнь прогрессировала, закупорились сосуды, началась гангрена стопы. Ходить Файма Каримова из Оренбургской области перестала 6 лет назад. Пересела на инвалидную коляску. Местные врачи опускали руки, говорили, спасти жизнь может только ампутация. Но 6 марта женщину приняли в РКБ. Ноги все время ледяные, а вот сразу же после операции ножка стала теплая. Одна левая нога, и не мерзнет, и значит будет циркуляция крови. Анестезия, два надреза и имплантант, аналог артерии в области закупоренного участка. Своевременное шунтирование сохраняет до 95% конечностей при таком диагнозе. А при правильной реабилитации есть большая вероятность снова встать на ноги. Такие операции в Татарстане проводят уже 10 лет. В год в РКБ шунтирование делают до 400 пациентам. Сегодня опыт республиканских врачей принимают другие регионы. Это и другие операции на сосудах описано в книге. Учебное пособие выпущено буквально две недели назад. В нее включены основные наработки татарстанских врачей. Здесь простым лаконичным языком описаны основные принципы диагностики и лечения сосудистых заболеваний. Во всем мире это называют эпидемией сахарного диабета. То есть количество сахарного диабета растет в геометрической прогрессии. В благополучной медицине Соединенных Штатов в год в Соединенных Штатах выполняется 150 тысяч ампутаций по поводу диабетической стопы, по поводу атеросклеротической гангрены. Это проблема, которая во всем мире звучит. И только вовремя проведенная диагностика сохраняет жизнь тысячам людей. Медики рекомендуют для профилактики проверять уровень сахара в крови не реже одного раза в год. Ведь по прогнозу к 2030 году в мире с сахарным диабетом будут болеть 640 миллионов людей. Алина Бережная, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова